Сборка ПК это дело интересное и выгодное, ведь ты получаешь крутую сборку на которой можно играть и работать, сегодня будет такой невероятный вариант, максимально производительная сборка ПК из новых комплектующих, которую только можно собрать, думаете перед вами копия стандартного Core i7-7700 с обновленной припиской i3 и пропилами в другом месте? Вовсе нет, хотя и отличия не столь уж заметны, согласно спецификациям Intel увеличила частоту Turbo Boost на 100 МГц, что дает 4,3 ГГц при однопоточных вычислениях, а также гарантированную работу с памятью DDR4 с частотой 2666 МГц, поддерживает объем памяти до 128 ГБ, Однако, зачем-то нужно было срезать 50 МГц частоты графическому ядру, 1,15 ГГц у предшественника и 2 МГц процессорному кэшу, наверное он бы составлял невероятно сильную конкуренцию Core i5, но с другой стороны, подобному не был подвергнут Core i3-10300, И ему даже накинули наши любимые 100 МГц вверху, но это уже совсем другая история, благодаря новой дискретной видеокарточке с магазина, нам и не понадобится графическое ядро, разница 10100F и модели с наличием интегрированного видеоядра составляют невероятные 5000 рублей, Одна ненужная нам функция экономит очень большую сумму, которую мы и направим в видеокарту, ведь видеокарта дает нам максимальный прирост производительности, Хочется пожаловаться, ведь чувства оверклокера задеты, как это так, у предыдущего поколения Coffee Lake был свой 4-ядерник с разблокированным множителем, у которого даже не было гипертрейдинга, а у Comet Lake разблокированный множитель есть минимум у i5-10600K, Значит, по мнению Intel, процессор настолько тюфяк, что даже свобода разгона бесполезна? В среднем, рост производительности составляет 5%, по итогу можно сказать, разгон памяти дает прибавку, а вот разгон процессора нет. 4 ядра, 8 потоков, техпроцесс 14 нанометров, 3,6 ГГц в стоке и максимальная частота 4,3 ГГц, TDP 65 Вт, материнская плата Gigabyte H410M S2, версия 2, порты USB 3.1 Gen 1, Tape-A, антишумовой экран, аудиоконденсатор, разъем M.2. Да, сейчас он нам не понадобится, так как M.2 NVMe с повышенной скоростью работы стоит дороже, однако, уверен, в будущем вы будете ставить M.2 с поддержкой NVMe, и на данной материнской плате все будет работать без проблем. 4 SATA порта, двухканальный режим работы оперативной памяти DDR4 и 2 DIMM разъема, имеет маленький форм-фактор, что будет только плюсом, ведь она может быть установлена почти в любой корпус. 4 USB 2.0, 3 USB 3.0, для работы нашего i3-10100F данная материнская плата предлагает корректное питание, что будет очень круто. Ну и стоит учесть, обновить биос после сборки ПК все же желательно, но хотя, если вы не хотите разбираться и вам кажется это сложным, то можно и пропустить данный пункт. Оперативная память очень важна для сборки игрового ПК, да что тут говорить, для любого ПК кроме офисного оперативная память важна, две планки по 8 ГБ, мы получаем 16 ГБ с частотой 2666 МГц, благодаря понятному биосу материнской платы вы сможете легко выставить 2666 МГц, а так да, она идет изначально 2400 МГц, с таймингами CL17, 17, 17, 17, двух канал важен, как и частота, и объем памяти. Сейчас почти во всех играх хватает 16 ГБ оперативной памяти, конечно есть новые ААА проекты, которые не имеют нормальной оптимизации, новые движки на которых создаются игры, но это исключения, которые со временем все равно приобретут оптимизацию. Как мы знаем, боксовый кулер обеспечивает среднюю температуру 69 градусов статичной нагрузки с частотой 4,1 ГГц на все ядра, а вот на предельной нагрузке температура 85 градусов в пике аж 99 и частота 3,7 ГГц на все ядра, так что мы обязаны купить башный кулер. Конечно, для игр ситуация будет лучше, но с учетом шума, апгрейда на 10400F впоследствии и небольшого ценового различия, я уверен, бокс-кулер не пригодится, Deepcool Ace Age Mini FS 2 версии, один 80-мм вентилятор для обдува алюминиевого радиатора, гидродинамический подшипник, 3-пин-коннектор и рассеивает 100 Вт. Перед тем, как выяснить, что в действительности скрывается под припиской Super от NVIDIA на этот раз, давайте вспомним, что представляет собой оригинальная версия GeForce GTX 1650. Ведь многие наверняка забыли, младший ускоритель семейства Тьюринг не отличается не выдающимися техническими характеристиками даже для своей ценовой категории, не уж точно привлекательным позиционированием на рынке. В основе GTX 1650 лежит самый компактный из 12-нанометровых чипов NVIDIA. TU-117 вмещает 16 потоковых мультипроцессоров и 1024 шейдерных 32-битных CUDA ядра. Архитектура Тьюринг сама по себе имеет массу усовершенствований по сравнению с предшествующей архитектурой Pascal. Однако быстродействие GPU сдерживает плохо развитый Black-end чип, а всего лишь 32 ROP и 128-битная шина памяти, которая влечет за собой соответствующий объем видеопамяти 4 ГБ. Вдобавок к этому, платы TU-117 комплектуются сравнительно неповоротливыми чипами памяти GDR5 с низкой пропускной способностью, как следствие по производительности 1650 в играх оказалось где-то в середине между 1050 Ti и полновесным GTX 1066 гигабайтами видеопамяти. Да, и по общему впечатлению, младший Тьюринг похож скорее на промежуточный апгрейд 1050 Ti, нежели на новое поколение игровых видеокарт. Пусть оригинальная версия 1650 базируется на изначально урезанном графическом процессоре, NVIDIA не нашла в полностью функциональном чипе TU-117 необходимого нам потенциала, чтобы в том числе побороть конкурента Radeon RX 5500 и решила взять за основу GPU рангом выше TU-116. Таким образом, второе издание 1650 Super это скорее облегченный GTX 1660, нежели прокачанный GTX 1650. 128-битная шина памяти родни GTX 1650 Super 1050 Ti и базовой версии 1650. Но по совокупности пропускной способности памяти новинка вышла на один уровень GTX 1660. Благодаря комплекту прогрессивных чипов GD6 со штатным TDP 100 Вт новинки уже не обойтись без дополнительного питания. Хотя энергоэффективность архитектуры Тьюринг никуда не делась, объем памяти 4 ГБ тоже не самый лучший, хотелось бы 6, а может и 8 ГБ. Все же сейчас это даже плюс, ведь если бы они имели 6 ГБ видеопамяти, мы бы точно не увидели их на полках магазинов. Сейчас ее можно найти за 30 тысяч рублей. Производитель увеличивает буст частоту с базовых референсных настроек 1725 МГц до 1770 МГц. Блок питания мой любимый BigWise System Power 9 на 500 Вт. Отличная схемотехника, а значит и начинка. Нет экономии на всем чем только можно. Эффективность 89%, красивые провода в оплетке, цена на него это великолепно. Его по праву можно считать лучшим бюджетным блоком питания, полностью соответствует бронзовому сертификату 84% энергоэффективности. При нагрузке 358 Вт и потреблении из розетки 425 Вт. Жесткий диск ВДБУ на терабайт, стандартно, под игры, файлы, папки вам его точно хватит. Я даже не представляю, что тут можно еще нового рассказать. SSD открушал на 120 ГБ, так он мне понравился. Реально хороший SSD модель BX500. Основными преимуществами является прямая работа над его созданием фирмы Micron. Без посредников и благородная родословная бренда Micron. Это дает возможность создания максимально конкурентных дисков на рынке. Тут и работа инженеров, и выпуск продукции большими партиями. Без посредников и отбор качественных чипов памяти для своих накопителей. Все это и дает возможность выдерживать правильную формулу между ценой и качеством. Берем их SSD, так как можно надеяться на высокое качество и отсутствие откровенно низкокачественных компонентов. Корпус это только дело выбора, невероятно легко взять совита за 300 рублей. Однако по вашему лицу я замечаю, что вы не рады. Сборка ПК довольно дорогая, поэтому предлагаю вам AeroCool SI5200 Frost Black за 3000 рублей боковое окно. Три встроенных вентилятора с подсветкой, все-таки внешний вид тоже важен. Нижнее расположение блока питания, что способствует лучшему охлаждению и возможность потом доставить один на выдув. Друзья, более 93% зрителей смотрят видео без подписки. Подписывайтесь, это бесплатно. Переходим к любимым тестам. Переходим к любимым тестам. Отбойте worker поют. Переходим к любимым тестам. Переходим к лучшему охлаждению и вообще распределяем его охлаждения. Переходим к好的 вкус. Переходим к бесплатно. Переходим в Т-дрэйты. Через dispar., по медленный палант, Переходим риск на приближах на приукове магазинах. Переходим к elastic comentат. Подползि Paramомер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok